Дорога Дорога Пьяным на дороге не место В 2016 году укаженный гражданин Трижды задерживался за управление Транспортным средством в состоянии опьянения Как бороться с теми, кого даже колония Не пугает В конце концов, сколько у веревочки не видится Она в конце концов все равно Человек попадет В колонию Если будет продолжать противоправное поведение Угнал, выпил В тюрьму Сам подсудимый сказал, что считает себя больным Алкоголизмом Когда он находится трезвым Работяга приносит доход Семье Пьяного автоугонщика отправили на перевоспитание Когда он выпивает Он свое поведение, как он говорит, не контролирует И склонен к совершению противоправных действий ДТП в чужом городе Основной удар произошел Бампер Как страховая насчитает ущерб Расчет производится По тем Расценкам В того региона Расценкам, где произошло Дорожно-транспортное происшествие И именно на эту дату И в каких случаях стоит обращаться в суд? Исходя из нашей практики В каждом втором случае Автолюбителям страховой компании Не доплачивают страховое возмещение Есть водители, встречаться с которыми на дороге совершенно не хочется Скажу больше Это просто опасно Опасно в первую очередь потому, что такие актовладельцы Не упускают случая порулить под градусом Уже почти два года в России наказывают тех, кто Уже будучи лишенным за пьянку продолжает появляться на дорогах под шофе Для кого-то этот второй раз становится показательным Для кого-то нет Наказание призванное вроде бы сократить количество таких нарушений на практике показывает Пьянство за рулем это не просто проблема Это катастрофа Знакомьтесь, Денис Человек с интересной биографией Рассказывать о себе на камеру он не хочет Но без микрофонов и команды мотор Коротая время на скамье у зала суда Охотно отвечает на вопросы журналистов Уже почти три года Денис вроде как пешеход Ездил пьяным, да попался Но смириться с этим статусом так и не смог Данное лицо за последние три года, скажем так Завидно регулярно допускало нарушения Грубые нарушения правил дорожного движения Такие как управление транспортным средством В состоянии опьянения За что привлекался к административной ответственности И был лишен права управления Вместе с тем должных выводов он для себя не делал И вновь садился за руль в состоянии опьянения Девять раз за два года Столько рассказывает сам подсудимый Его ловили инспекторы и всегда пьяным Он и в ДТП попадал Все так же по пьяной лавочке И по уголовной статье за повторное управление Наказание отбывал 200 обязательных часов отработал, выпил и снова за руль В отношении указанного гражданина Возбуждалось уголовное дело По статте 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Было назначено наказание в виде обязательных работ А также запрет заниматься деятельностью Связанное с управлением транспортным средством На 18 месяцев Вместе с тем После того, как приговор уже вступил в законную силу Указанное лицо Вновь садилось за управление транспортным средством В состоянии опьянения Соответственно, было задержано сотрудниками полиции Собственно, именно поэтому Денис сегодня здесь Сегодня его снова будут судить за управление автомобилем В состоянии опьянения Даже на заседание нарушитель пришел с легким алкогольным амбре Выпивал, говорит, накануне О своем пристрастии к езде на нетрезвую голову Рассказывает как о чем-то совершенно обыденном В таком состоянии, говорит, даже чувствует себя на дороге увереннее Происходит все подробно В том, что подсудимый справится, гособвинитель не уверен Шансы встать на путь истины у молодого человека уже были, но он их так и не использовал А виной всему пресловутый зеленый змей Это он взял, да и попутал Административные ответственности привлекали Лишали права управления транспортными средствами Уголовные уже привлекли ответственности Обязательные работы отработали свои И все равно никаких положительных результатов То есть все равно на своей 99-й по улицам города Продолжаясь движение в нетрезвом виде По какой причине? Алкогольте? Понятно, можно выпить и дома сесть С друзьями посидеть Другой вопрос, когда вы постоянно за рулем оказываетесь Горбатого, говорят, могила исправит А нарушителя колония По мнению прокурора, в качестве наказания Подсудимого стоит направить в колонию поселение На перевоспитание Свежий воздух, работа на пользу общества В общем, все условия для того, чтобы хорошенько все обдумать Защита же напротив Выразила уверенность, что раскаяние подсудимого Можно считать смягчающим обстоятельством Ваша честь Я полагаю, что все-таки его исправление Это возможно без реального лишения свободы Но если государственный обвинитель просит суд назначить ему наказание В виде лишения свободы То я, Ваш честь, прошу В честь это наказание Условно мы назначили ему, значит, это же наказание По размеру пускай такое, какое просит государственный обвинитель Но в части его отбытия, значит, без реального лишения свободы То есть с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации У меня все очень важно Пока судья принимала решение, Денис заметно нервничал Как оказалось, не зря Окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы С лишением права заниматься деятельностью, связанного с управлением механическими транспортными средствами Строком на 3 года Может быть, люди хотя бы тюрьма напугают И возможность лишения, изоляции от общества Все-таки люди задумаются о том, что можно поставить свой автомобиль И потребить алкогольную продукцию Там, в связи с каким-то праздником Не садясь за руль, соответственно В любом случае, в конце концов, сколько веревочки не лится Она, в конце концов, все равно человек попадет в колонию Если будет продолжать противоправное поведение Приговор в законную силу пока не вступил И если у горя водителя есть желание его обжаловать То он, конечно, может это сделать Хотя, скорее всего, готовить апелляции ему будет попросту некогда На горизонте маячит совсем даже непрозрачная перспектива Вернуться на скамью подсудимых снова по той же статье Ведь пока шло расследование по этому делу Денис опять встретился с инспекторами на дороге И снова пьяный Открытие не сделаю Он такой не один Аналогичные дела в ноябрьском городском суде Рассматривают практически еженедельно Буквально несколькими днями ранее Еще один такой самоуверенный автовладелец отправился в колонию Правда, в его послужном списке значится Не только повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Но и еще несколько уголовных статей История началась с того, что в конце июля Молодой человек после возлияния приметил у одного из магазинов девятку Стояла она вся такая одинокая Но он и решил, а почему бы нет? Сел бы поехал Рассекать по городским улицам на чужой машине ему пришлось недолго Неизбежная встреча с патрулем, разбирательство, тест на алкоголь Тут же выяснилось, что несколькими часами ранее этот же водитель уже покатался на огнанной двенашке По факту двух угонов в отношении его были возбуждены уголовные дела По части 1 ст. 166 Уголовной постсоверской Федерации Из-за того, что он управлял похищенным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Было возбуждено уголовное дело, соответственно, по ст. 264 Прим. 1 20 дней перерыва и снова в бой Не прошло и месяца, как, будучи снова изрядно выпившим Молодой человек приметил очередной автомобиль Кататься не стал, забрал все, что плохо лежит Но и на этом не остановился Он подошел к другому автомобилю При этом сначала не похитил имущество гражданина А сел в автомобиль, завел его и проследовал опять же по городу Покатавшись на указанном автомобиле Он похитил имущество, которое находилось в этом автомобиле То есть завладев магнитолой Итого кража, угоны, повторное управление в состоянии опьянения Виной всему, как ответил сам подсудимый на заседании Алкоголь В трезвом состоянии он нормальный человек Но как выпьет? Сам подсудимый сказал, что считает себя больным Алкоголизмом Когда он находится трезвым, он работяга Приносит доход семье На иждивении он находится малолетний ребенок Но когда он выпивает, он свое поведение, как он говорит, не контролирует И склонен к совершению противоправных действий Но лечить свой недуг молодой человек будет не в медицинском учреждении, а в исправительном И времени избавиться от пагубной зависимости у него будет предостаточно Суд его признал виновным в совершении указанных преступлений И по совокупности преступлений назначил общее наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы Как правило, от отпуска мы все ждем только приятных впечатлений Но, к сожалению, ожидания и реальность совпадают не всегда Тех, кто на юг отправляется на собственном автомобиле В пути поджидают не только сложности, но иногда даже крупные неприятности Описать эту ситуацию можно в двух словах Мгновенная карма Водитель белого Ниссана решил проскочить, за что и поплатился Обидно только, что пострадал не он один Необдуманным поступком водитель-нарушитель Проблем не только себе нажил, но и с другими поделился Удар произошел, получается, вот в левую часть В бампере повезло нам то, что машина была легковая И она высоко не задела, то есть она не задела фару, капот, крылья Основной удар произошел в бампер Это происшествие сильно подпотцило Ильдару и его семье отпуск Они уже планировали возвращаться в Ноябрьск, но из-за этих дорожных неприятностей Отъезд пришлось отложить Это мне очень повезло, что это произошло именно в городе, где я отдыхал То есть у меня было где жить Если бы это произошло где-то на трассе Или где-то в городе, где у меня нет ни знакомых, ни друзей То мне бы первые расходы понеслось Это мне бы пришлось снимать квартиру или гостиницу Где мне пришлось бы ждать эту справку с ГИБДД Вот, то есть на 4 дня мне бы пришлось снять жилье Плюс, слава богу, что машина была на ходу То есть если бы это была машина не на ходу То пришлось бы нанимать эвакуатор Все документы оформили, как положенные претензии Автостраховщики у Ильдара без проблем приняли Насчитали выплату И вроде бы на этом хэппи-энд Но не тут-то было Тех средств, что выплатит страховая Не хватит, чтобы оплатить весь ремонт Нам насчитали, грубо говоря, порядка 61 тысячи за ремонт Напрямую, если полностью делать ремонт То этих денег не хватает И пока машина две недели томится на СТО в ожидании деталей Ильдар прикидывает варианты Стоит ли судиться со страховой Если судиться мне с виновником ДТП Он проживает не в нашем регионе То есть это все довольно-таки проблематично То есть у меня вот один шанс – это судиться со страховой Или добровольно как-то с ними договариваться Как это произойдет, я не знаю В принципе, неудивительно, что сумма выплаты Несколько ниже, чем реальная стоимость ремонта Один из критериев, который автостраховщики, согласно единой методике Принимают во внимание при расчете – это износ В случае с Сельдаром износ его автомобиля 2012 года выпуска – 32% Вот только детали он будет покупать новые и ремонтировать машину согласно расценкам не 2012 года, а теперешним И казалось бы, методика с законом не поспоришь, но юристы уверены, что даже в таких, на первый взгляд, безвыходных ситуациях есть шансы добиться справедливости Но только в том случае, если заключение независимого эксперта подтвердит, что сумма выплаты занижена Если вы принципиально не согласны с выплатой, вы считаете, что она занижена Вы вправе обратиться к независимому эксперту за техническим заключением И потом предъявить претензию обоснованную и обратиться в суд И тогда уже в суде будет установлено, действительно занижена выплата, либо нет Если и правда страховая насчитала как минимум на 10% меньше, чем должна была, тогда есть повод для разбирательства Если погрешность процентов в 5, тогда, увы и ах Если по результатам независимой технической экспертизы будет установлено, что недоплата составила порядка 5%, то едина методика этот момент трактует как погрешность между экспертными заключениями экспертов Соответственно, если она составляет менее 10% между заключениями разница, то тогда просто нет правовых оснований для обращения в суд Что касается учета износа, то это, конечно, обидно, но законно В этой связи грядущие поправки, которые предусматривают в первую очередь страховые ремонты, водителям в какой-то мере даже будут выгодны А пока оспорить этот критерий в начислении выплаты юристы не берутся Возможность его оспорить будет только в том случае, если страховой компании неправильно определен размер этого износа Но с учетом износа происходит выплата Если они правильно определили этот износ, размер, то, соответственно, правовых оснований для оспаривания их размера выплаты не будет И, кстати, следует учесть, что расчеты страховая делает исходя еще из того, в каком регионе произошло ДТП Это тоже влияет на сумму Стоимость деталей в справочниках примерно одинаковая От оплаты нормы часов на юге и севере разная Собственно, от того и насчитали Ильдару куда меньше Расчет производится по тем расценкам, в того региона расценкам, где произошло дорожно-транспортное происшествие И именно на эту дату Итак, если у вас все-таки возникли подозрения, что страховая умышленно занизила выплату Первое, что вы должны сделать, это обратиться к независимому эксперту Если в заключении специалиста будет указано, что выплата как минимум на 10% ниже, чем должна быть Это уже повод обращаться в суд К слову, в этом году ноябрьским городским судом рассмотрено уже 32 дела, которые касаются выплат по ущербу в ДТП Причем не всегда претензии предъявляют именно к страховым компаниям Обращаясь с данными требованиями, сторонами по делу выступают как физические лица к страховой компании, так и страховые компании к физическим лицам в порядке суброгации В настоящее время участились случаи между сторонами именно физическими лицами Это ввиду того, что у виновника дорожно-транспортного происшествия не застрахована автогражданская ответственность А вот, кстати, в таких случаях взыскать можно полную сумму, затраченную на ремонт Ведь понятие износ и коэффициенты – это только в законе об ОСАГО, который регулирует ваши отношения с автостраховщиками Если разбираться приходится непосредственно с виновником, то по гражданскому кодексу оплачивать ущерб он будет полностью Не стесняйтесь отстаивать свои права, но не забывайте, что у вас есть еще и обязанности Это была программа «За рулем» Еще увидимся Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова